Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Жан-Жорж Вибер, французский художник, академист, аквалерист и драматург, один из первых членов общества французских аквалеристов, родился 30 сентября 1840 года в Париже. Начальное художественное образование получил у своего деда в материнской линии бывшего гравюра. Затем работал в подмастерье у Феликса Жозефа Бария, а в 1857-м поступил в Национальную высшую школу изящных искусств. Параллельно с учебой на протяжении шести лет работал в мастерской Франсуа Пико. С 1863 года выставлял свою работу в Парижском салоне. Однако признание получил лишь спустя год после первой попытки. Получал медали салона в 1864 и в 1867 годах, а также выиграл третью премию на всемирной выставке в 1878. Путешествовал по Испании, воевал на фронте во время франко-прусской войны, был ранен в октябре 1870 года, за что был награжден орденом почетного легиона. В 1882 году получил офицерское звание. Свои работы в салоне выставлял до 1899 года. Скоропостижно скончался от болезней сердца, похоронен на кладбище Перлашес 26 июля 1902 года. Писал в основном акварели, первоначально создавал полотна на серьезные мифологические и религиозные сюжеты с большим количеством нагих персонажей. Затем обратился к тематикам повседневности и сатиры. Большой известностью и популярностью пользовались его жанровые картины с анекдотическим и ироничным подтекстом, часто изображающие человеческие пороки и слабости. В последние годы жизни написал несколько картин, высмеивающих роскошную жизнь высшего духовенства. Одной из наиболее известных его работ стал апофеоз эпохорный Тьера. Большая аллегорическая картина впервые выставлена в парижском салоне в 1878 году и затем помещенное в собрание Люксембургского музея. Им также написаны 4 пьесы для театра. Ну вот так вкратце во французском художнике-академисте, аквалеристе, драматурге, члене общества французских аквалеристов Жан Жорж Вибер. Пока-пока, до свидания, данные из переводной Википедии. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok